Мы часто говорим о Луне и о Марсе. Это и понятно. Все новое и неизведанное сильнее всего будоражит воображение и притягивает к себе. Космическая компания SpaceX Илона Маска назвала имя первого туриста, который полетит на ее ракете вокруг Луны. Им стал японский миллиардер и дизайнер Юсака Миядзава, который любит панк-рок и искусство. Мы решили узнать у директора астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрия Нефедева, что он думает на этот счет. Он и его коллеги не только много лет занимаются изучением Луны, но и участвуют в создании российской системы навигации на естественном спутнике Земли. Судя по всем проектам, которые осуществлялись в нормальной практике, они быстро, космически особенно, такого плана, что полет к другому небесному телу не осуществляется. Это длительная подготовка, поэтому вначале нужно набрать технический опыт, набрать вот эту базу техническую, а потом уже о чем-то говорить. В рамках российской лунной миссии в 2021 году планируется запуск аппарата «Луна-25». Группа ученых Казанского федерального университета участвует в создании российской системы навигации на Луне. Этот проект, миссия по-другому называется «Луна-Глоб», и, соответственно, она будет заключаться в том, чтобы осуществить на Луну мягкую посадку, по большому счету. То есть на Луну должна станция как бы прилуниться. За всю историю на Луне побывало 24 человека. После миссии «Аполлон-17» в 1972 году, шестая по счету высадка американских астронавтов на Луну, на спутнике Земли больше никого не было. Удастся ли Юсаку Миядзаву посетить Луну, остается лишь загадкой. Диана Шилова, Универ Ньюс.